ситуация с турцией очень показательно на современной политической арене с одной стороны это наша в общем вотчина многие-многие годы туристическая и не только потому что огромное количество наших граждан там проживало и по работе и совесть и семьи совместные просто проживание это был как бы и место где родители отдыхали и не только отдыхали жили какой год где дети учатся с одной стороны и это с одной стороны светская страна если мы берем юг если берем все побережье крупные мегаполисы с другой стороны турции доставал из турции страной и не просто мусульманской страной где всегда был и ты исламский экстремизм и радикальные течения и конечно же вся история с игил турки как обычная страна которая использует то что им выгодно потребляет эту подешевевшую игиловскую нефть и в общем то это конечно же лицемерно и и преступно потому что эти деньги идут в прямом смысле на по закупку оружия соответственно убийство других людей и ситуация когда турция живущая но отчасти но все-таки на серьезные деньги от россии от туризма заигрывает и с нато и с нами и в конечном счете еще решает показать себя такой сверхдержавы сбивая самолет причем я понимаю что ситуации бывают разные и самолеты сбивали в истории человечества но не в этом случае это была явная попытка доказать что у страны и силы она готова говорить с позиции силы с нами глупо потому что как выяснилось не европа не америка по большому счету за них не вступилась турецкая экономика потеряла теперь у нас идут извинения они понятны и в общем собственно фальшиво пусть который вчера говорил что так и надо и вообще не суть и сегодня нет вы извините это политическая лицемерие и я понимаю наши граждане которые привыкли отдыхать в турции там комфортно уютно и дешево и хорошо но все таки все таки я бы воздержался должен быть как это понимание собственного достоинства совести по отношению к этим летчиком к этому летчику который выполнял боевое задание будучи нашим гражданином с нашим согражданином нашим защитником не хорошо как продаваться за дешевый туризм я считаю не стоит я думаю что со временем все наладится и возможно поменяется отношения у турции я бы сейчас из этой ситуации просто выжимал бы с точки зрения политики из турции гораздо более активные и радикальные движения в сторону нас но с принятием конкретных решений конкретных действий вот в этой ситуации можно было бы сказать да да ребят мы понимаем политика вещь опасная закидывает в одну в другую сторону мы готовы вас принять назад просто извинения я бы на самом деле просто выслушен это что касается терактов в турции власти большая проблема власть не может занять какую-то определенную позицию по отношению к миру к себе к экстремизму к своему будущему с одной стороны одной рукой страна инициирует развитие терроризма и убийство собственных граждан от иракта идут там за терактом это действительно так с другой стороны это она пытается выдавать себя европейскую страну и ходить в мировое сообщество не получится они могут потерять сами себя это сможет просто скачать страну и привести наверное даже к распаду и какой-то гражданской войне а гражданская война в турции минуточку на границе с европой это очень серьезно и может привести к очень серьезным большим тяжелым последствиям